Всем привет дорогие друзья, с вами Максим, и что ж, я наконец-то хочу вам показать, что стало с колонией Местер Структер, кто у них там появился новенький, и всех остальных моих муравьёв. Поехали! Ну что ж, давайте я уже вам покажу их. Вот колония Местер Структер, я немножечко понял, как пользоваться этой нефокусирующей камерой, нет, я ей не могу пользоваться. Слушай, слушайся ты, можно других муравьёв показать. Не, смотри, не хочешь, что у него за день сегодня такой? Что у него сегодня такой? Чего-то за... Короче, вот, всё-таки смог. Вы видите, да, что это настоящий первый солдат. Смотрите, какие маленькие рабочие, и какой он. Один здоровый, с большой головой. Это ещё не суперсолдат. Если тут будет суперсолдат, вот этот вот, который, по которому сейчас ползает солдат. Кстати, солдат, я думал, он вырастет и будет тут такой ходить громадный, пинать чуть ли не всех, ставить возле ватки, там, охранять. Но нет, он, он, это нянин, если честно. Он просто носит яйца туда-сюда и трогает все, там, куколки, всё такое. И, там, чешут, например, там, чистят муравьёв. Но, вообще, не для атаки он создан. Вообще. Не муравей, а ангелочек. Вот, давайте следующие муравьи. Следующие муравьи в форме Касуска. Так и остались жить они с, точнее, матка с этими, с тремя рабочими. Так, чё-то, у них там тоже слишком грязно. Ну, вы видите. Яиц больше не откладывает, не хочет. Вот. Три рабочие всего. Кстати, они такие уж и не маленькие. И, кстати, если вы заметили, их стало в два раза больше. Кстати, я поражаюсь им ихним обжорством. Я им, примерно, несколько дней назад дал настоящую живую гусеницу. Они её съели за 7 часов. Их было в 0,5 где-то раз меньше, чем сейчас. Примерно на 5 муравьёв меньше, чем сейчас. И они съели всё. Они поставили всю гусеницу примерно вот такого вот размера. А для них это очень много. Она просто ползала, кривлялась. Я, кстати, ошпарил в горячей воде, так что... Новый способ идентифицировать, господи, мои слова. Лазиус лавус. Наконец-то начали размножаться. А то встали посреди дороги своей жизненной. И стояли на одном месте. Не хотели ни туда, ни сюда. А, кстати, вы заметили, какая у меня новая заставка для видео? Как вам? Напишите в комментариях, классно или нет. Либо я устрою опрос вот тут. Так что, если понравилось, участвуйте в вопросе, говорите «да». А если не понравилось кому-то, может быть, я правда сделал как-то не в тему, пишите «нет». Но я не знаю, как и ваша будет тема. Я имею в виду, нравится или нет. Местер Агикулатус нормально, наконец-то, тоже стало развиваться. Муравьёв не так много, но нормально всё равно. Стало в немножечко раз больше, но всё-таки лазью, славу стало размножаться быстрее. Кстати, вы заметили, что все муравьи тута, кроме одного, все няньки, все. Вот только этот приходит и говорит «чего вы делаете? Пошлите со мной на охоту». А никто к ним не идёт. Вообще. Ему бёдному скучно ходить по этой пробирке, туда-сюда и в поисках еды одному. Он поищет еду и кидается на других, говорит о том, что там еда. Так что он бедненький, один такой маленький, мурашек, который единственный, мужественный. А другие все няньки, которые живут примерно два месяца. А такие вот, кто ползет, живут примерно по четыре месяца. Кстати, там появился вот тоже в этой колонне солдат. Такой вот маленький, только я его сейчас хрен найду. Он тоже нянька, как назло. И тоже сидит возле матки, там где-то пришался к ней, как будто... Это как здоровяк, какой-то взрослый 40-летний мужик, который к мамке пристал и говорит «спросите, помогите, там гусеница ползёт». Это так же. Это такой же огромный солдат, который прижался к матке и ничего не делает. Так же и этот. Ой, и этот точнее. Сидит. Ну ничего, этот солдат как вырастет, вот тут всем им покажут. Будет примерно на половину вот этой вот матки. Ходить, шагать через всех, перешагивать. А кстати, хотите прикол с муравьями, какой я заметил несколько дней назад. Точнее, когда они, вот эти вот муравьи, жили в фармикарии. Короче, была такая история. Закинул я им личинку, не помню какую, наверное, мучного червя. И короче, муравьи тащат её. Спокойно такие тащат, вперёд, нормально, без всяких усилий. Вдруг приходит эта вот матка, берёт, наступает одной лапой на личинку, второй лапой на личинку. И смотрит, чё вы не тащите, а? Они не могут тащить, думают, уйди, матка, ты нам мешаешь. А она смотрит на них и думает, чё они не тащат, чё они встали. И смотрят на них, чё-то с бромусиками так. Они пытаются тащить, видно, что изо всех сил лапами скребутся. А матка стоит на этой личинке, я ничего не делаю. Вот так вот. Такие вот мурашки, смешные. Думаю, у меня шутки не очень. Дупые шутки, я знаю. Может, у них писать, типа, там, там, там. Ну, что ж. Вот такие вот у меня были мурашки. Больше мне нечего вам показать. Пишите в комментариях, что вы хотите видеть на моём канале. Просто мне правда. Я снимаю видео почти каждый день. Я знаю, что не каждый день, потому что у меня правда вылетает из мысли, что мне вам снимать. Пишите в комментариях всё, что вы захотите. Вот прям всё. Я почитаю. Такие вид... Конечно же, всем поставлю сердечки. Но, тот, кто напишет мне самое лучшее, вот это вот, то, что мне понравится, я обязательно лайкну и добавлю это в видео. Постараюсь, может быть, добавить комментарии в видео. Ну, я постараюсь, потому что, правда, у меня ещё не такое прям большое приложение. Я снимаю с маленького приложения. Ну, как вы думаете, у меня вообще удачно получается снимать? Или у меня получается фигово? Мне кажется, если бы кто-нибудь так снимал, мне кажется, с такого маленького приложения, фильмора Гоу, то, кажется бы, никто бы, наверное, так хорошо бы, мне кажется, не выросли. Тем более, у меня телефон ещё фиговый. Я снимаю еле как. Сидят вон все. Целая куча расходов. И ни один, ни там. Вот только один бежал тоже. Смелый мальчик. Эти тоже сидят. Ну, тут хотя бы муравьёв пять есть разведчиков. А тут всего лишь два. Всегда, которые стоят возле ватки, никуда не уходят. Не дают мне... Вот логика муравьёв. Они хотят есть. Я им достаю эту ватку. Хочу дать им есть. Ну, они берут и специально хотят, чтобы ватка была закрыта. Но они хотят есть. Ну, как это так? Как их нелогики вообще? И, кстати, Дискотфан, ты мне сказал, сделать им арену. Но у меня муравьёв слишком мало. Мне кажется, будет вбегать на арену только два муравья. Пусть хотя бы они вот таким вот количеством расплодятся. Вот хотя бы до этого места. До этого последнего семечка. Вот тогда только я им сделаю вот такую вот арену. Мини. Где я буду кормить, там, что такое. Так что их ещё слишком мало. Там будут выходить два-три муравья, которые будут всё время вмешаться. Не знаю. А если все выйдут, то, мне кажется, и матка выйдет. У меня матка настолько активная, что вообще. Ну, что ж. Такое видео, конечно, не очень маленькое у меня получилось. Наконец-то. Я уже думал, оно будет слишком маленьким. А то в последнее время у меня выходит по три-по две минуты. Потому что мне, правда, нечего заснимать видео. Какие, про что. Пишите в комментариях, что мне снимать. Я вам поставлю заметку какую-нибудь. Как-нибудь постараюсь видео поставить. Так что, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Кому не понравилось, сами думайте. Кстати, скажите в комментариях, как вам понравилась моя новая заставка к видео. А с вами был Максим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok